Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Microsoft Flight Simulator. Мне пришлось переозвучивать это видео. Изображение иногда будет не сходиться с тем, что я говорю, но я постараюсь повторить всё то, о чём я говорил. Благодаря системе синхронизации погодных условий в реальном времени у нас есть возможность прямо в игре наблюдать за различными природными явлениями, такими как шторм. И сегодня мы с вами посмотрим на тропический шторм Лаура. Совсем недавно Лаура считался ураганом, который обрушился на штаты Техас и Луизиана, но сейчас он уже ослаб до тропического шторма, но я думаю, всё равно будет интересно на него посмотреть визуально. Ураган, конечно, принёс с собой разрушительные последствия, вроде как есть уже пострадавшие люди, я выражаю соболезнования. К сожалению, такой он дуализм всех этих природных явлений, и с одной стороны выглядит это всё красиво и завораживающе, с другой стороны имеются, конечно же, разрушительные последствия. Итак, у нас есть возможность воочию увидеть ураган, а точнее уже тропический шторм, который происходит в реальном мире, в реальном времени. Естественно, я лишь подкрутил время суток, чтобы было светлее, и прямо сейчас мы отправимся в Жерло, можно сказать, прямо сейчас мы увидим, что же там происходит на территории этого тропического шторма. Визуально это выглядит очень похоже, я специально сейчас приложу скриншот, чтобы вы могли сравнить практически цифра 9. Выглядит приблизительно именно так. Ну что ж, а мы отправляемся. Я решил не убирать никаких взлётно-посадочных, я решил заспавниться сразу в гуще событий, и на данный момент вы можете наблюдать бескрайнюю тьму. В таких условиях, которые вы можете наблюдать сейчас, мы уже побывали, на самом деле, когда были в Бермудском треугольнике, только там мы подкручивали самостоятельно и включали шторм, а здесь всё синхронизировано опять же. И мы находимся в воссозданном тропическом шторме. Конечно, не один к одному, и с точностью передать, наверное, это не так просто. Но тем не менее, какая-никакая копия этого шторма у нас есть в наших компьютерах. Пока вам может показаться, что нет конца и края, но рано или поздно мы выберемся и посмотрим, как это выглядит со стороны. Ну и также обязательно воспользуемся демонстрационной камерой. Я даже, по-моему, включу режим разработчика, и мы отправимся снова на орбиту, в стратосферу, вылезем, чтобы смотреть, как это выглядит, можно сказать, со спутникового ракурса. Практически реализуем спутниковые снимки, но, конечно, в рамках ограничения игры. Так, вот сейчас я включаю, включаю демонстрационную камеру и осматриваю территорию. Если я где-нибудь в выходе, при этом мой самолет начинает набирать безумные скорости. И да, вот он, свет в конце тоннеля. Мы выбираемся на открытое пространство и видим невероятную красоту. Этого не отнять у игры. И симуляция интересная, и, конечно же, визуальная часть очень красивая. Сейчас вы можете насладиться внешним видом этого тропического штурма. Так, ну а мы возвращаемся к нашему самолету и попробуем вручную, самостоятельно выбраться из этой тьмы. Тем более, что мы выяснили, что осталось совсем немного. Буквально чуть-чуть, и мы будем уже снаружи и сможем выбрать удачный ракурс, для того, чтобы запечатлеть эти мгновения на запись. Было бы, конечно, здорово, если бы звук с первого раза записался. Но, к сожалению, мне приходится переозвучивать. Вспоминать, о чем я здесь говорил, естественно, я через две минуты уже забыл. И здесь у нас просто борьба. Борьба добра со злом, как инь и янь. Визуализация перед нашими глазами. Вот это вот место невероятно красиво. Но я про инь и янь как раз и говорил. И я сейчас попытаюсь как-то погветить над этой частью, но вряд ли у меня получится. С такой-то скоростью. Да, высоту резко я не могу набрать. И такими темпами мы опять отправляемся во мрак. Наблюдая за этими визуальными эффектами, мы опять где-то в центре, в центре этого тропического шторма. Но при этом самолет в полном порядке. Не чувствует себя уверен. Неудивительно, потому что перегрузы выключены и повреждения тоже. Что вы можете не беспокоиться. Максимум, что может случиться с самолетом, так это закончится топливом. Но боюсь я, чтобы его полностью израсходовать, потребуется очень много времени. Так, и вот в этом моменте я заметил что-то, что-то указывающее мне путь. Что-то через облака, через все природные препятствия мерцает и мигает. И я подумал, что это самолет. Может быть, у меня был включен мультиплейный режим. И кто-то еще здесь путешествует, тоже осматривает тропический шторм. Какой-то неопознанный летающий объект. А такого в Бермудском треугольнике, между прочим, не было. Там не было никого. Да, и судя по всему, это действительно чей-то самолет. И, возможно, это Боинг какой-нибудь, но вряд ли это спутник. Скорее всего, это действительно кто-то еще один из игроков. В таком случае я удивлен, почему так мало игроков. В таком случае, мне кажется... Хотя, с другой стороны, территория эта большая. Вообще-то неудивительно, что я встретил всего лишь одного. Но это вряд ли какая-то вышка. Вряд ли я смотрю на какую-то вышку. Или, может быть, это взлетно-посадочная какая-нибудь. Вполне возможно. Какие-то огни возле взлетно-посадочной. Хотя она не отображается текстом. Короче, я гнался. Гнался за этим неопознанным летающим объектом, чтобы узнать правду. Но похоже на... Все-таки на огни самолетные. И вот на секунду я выбрался. Выбрался и снова из тьмы. Непробудный, казалось бы. И затем я скрылся снова в гущах. Снова в самом центре события. Ну и, в общем, я пытался догнать себя. Я пытался догнать. Эти огни — это что-то, это нечто. Но так и не догнал. Да, вот я вылетел. Я наконец-то вылетел. И сумел рассмотреть эту красоту с другого ракурса. Еще немного пролезев, воткнул активную паузу и попробовал с помощью свободной камеры догнать этот объект. Но он тут же исчез, испарился. И больше я его с тех пор не увидел. Но зато перед нашим взором открылась потрясающая красота. Затем я попробовал с помощью режима разработчика взлететь наверх и осмотреть, соответственно, сверху. Запечатлеть будто со спутника всю картину. И часть не прогружается. Вот сейчас вы можете увидеть, что часть, похоже, не прогрузилась. И как будто такая граница, делящая этот тропический шторм. Что-то странное начинает происходить. Появляется какая-то рябь и так далее. А это, естественно, все из-за радиуса прогрузки. Территория прогружается не такая уж и большая. Тем более, максимальное качество мы получаем вблизи самолета непосредственно. Все остальное прогружаться по мере приближения начинает, по мере поступления информации. Ну и вот так, собственно, выглядит все это с огромной высоты. Вот так выглядит тропический шторм Лаура. Вот такое вот событие из реальной жизни прямо в игре. Ну и затем я решил немного полетать в округе, осмотреть с других ракурсов территорию. Я обнаружил интересное место. Обнаружил... Обнаружил некий спуск. Визуальный, по крайней мере. Таким казался. Как будто утроба. Или... Тут я, по-моему, пошутил про бывшую, но, пожалуй, я повторять эту шутку не буду. Я решил спуститься и погрузиться прямиком туда, под конец нырнуть. Нырнуть в кроличью нору. И у меня это получилось сделать. Собственно, вы можете наблюдать за процессом, за погружением прямо на своих экранах. Скорость, конечно, была безумная. Я вижу там уже 300 с чем-то, 380. Все начинает вибрировать, все трястись. Но я продолжаю свой путь, я не преклонен. И там действительно организовался такой интересный тоннель. Очень красивый. И каждый шторм, он уникален. Поэтому всегда интересно не только создавать рандомные штормы в рамках инструментария игрового, но и также синхронизируя с реальным временем путешествовать и изучать штормы, которые сгенерировались на основе настоящих событий, природных явлений. Диспетчер пытается что-то у меня спросить, что-то сообщить, но я наконец-то слился с природой. Я стал с природой единым целым. Что ж, вот такой вот ролик. Он будет довольно коротким из-за того, что я переозвучивал. Но надеюсь, вам, по крайней мере, было любопытно наблюдать за всем этим действием. И на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.